Добрый привет, привет, привет! Всем привет! Так, еще пусть народ подсобирается. Дела отлично, все супер. Привет, Киев! Минск, привет! Казань, привет! Перекличка окончена. Спасибо, спасибо, ребят. Так, ну, я не зря написала тему кардио. И Подмосковье тоже привет. Тема кардио у нас, в общем. Ну, это не значит, что мы только о нем будем говорить. Но, тем не менее, о кардио очень много вопросов. Сколько делать, как делать, зачем делать. И где делать. Есть у вас вопросы по кардио? Два или да? Какие у вас вопросы по кардио? Задавайте. Вопросов куча, тема отличная, да. Вроде бы такая простая и вроде бы такая сложная. Оптимальный пульс для здорового человека средних лет 130-140 ударов. В начале или в конце делать? Значит, тут вопрос тоже достаточно сложный. И я думаю, что нельзя сказать однозначно, для какого человека подойдет делать в начале, а для какого в конце. Только методом проб и обшибок. Но для человека, которому, скажем так, на вес золота его мышцы, которые их плохо набирают и хочется хранить, лучше делать кардио в конце. Чтобы сначала полностью отработать силовую тренировку, а потом уже приступить к кардио. Но, например, я кардио уже долгое время делаю в начале тренировки. Вот. Мне подходит этот вариант делать кардио в начале. У меня не сгорают мышцы. И эффективно для похудения. Делаю я не более 30 минут. И вообще новичкам я не рекомендую, ну вот в начале, делать сразу длительное количество времени. Лучше начинать где-то от 15 минут кардио-сессию новичкам. И постепенно повышать время, количество времени. Обычному человеку, который не соревнуется, вполне достаточно 40 минут за кардио-сессию. Но не бегать. Бег я отрицаю, скажем так. То есть бег, он должен быть по желанию. Если вы хотите бегать, вы, в принципе, можете это сделать, никто вам не запретит. Но если вам нужен результат, вам скорее нужна быстрая ходьба. Вот. Можно за пульсом следить. Можно измерить свой пульс пару раз, посмотреть в каком темпе какой у вас пульс, и уже больше этого не делать. То есть примерно показатели будут одинаковые. Просто у каждого человека они разные. С разной нагрузкой по-разному реагирует пульс. Вот. И беременные, опять же, женщины, да, тоже. Беременным женщинам можно делать кардио. Но в нормальном режиме, и вот беременным точно надо следить за пульсом. Он не должен превышать 150 ударов в минуту. После родов кардио обязательно нужно. Именно делая кардио, я и восстановилась. Конечно, не только кардио, питание, естественно, тоже. Но без кардио никуда. Я ежедневно делала кардио после родов. Да, кардио – это не значит, что… Вот, кстати, тут интересный вопрос. Просто я его дословно сейчас не повторю. Но тема такая, что… То, что вы пришли и встали на кардио-тренажер, это не какой-то волшебный аппарат, который с вас сожжет жир. Вы точно так же можете это делать дома, на улице. Например, интенсивная ходьба с коляской. Ну, например, вы родили, у вас нет возможности пойти в зал. Это тоже кардио. По горкам поподниматься, да, по всяким там… На лестницу забраться с коляской. Всё это можно отнести к кардио. Диастаз после родов. Вот ещё одно. Ещё одно диастаз после родов. Давайте с кардио закончим. Привет, привет всем, кто присоединился. Договорим про кардио и перейдём к диастазу. Кардио, как делать дома? Есть вариант скакалки, конечно. Есть вариант фитбол. Попрыгать на нём. Попрыгать на фитболе. Это тоже кардио. Значит, есть ещё вариант мини-степпер купить. Мини-степпер купить. Можно его в интернете. Вводите там в Google или любой, короче, поисковик. Мини-степпер, он, как правило, стоит в пределах трёх тысяч рублей. У кого есть такие возможности, покупайте и делайте спокойно кардио. Велосипед, если есть дома, делайте велосипед. Если есть обычный велосипед на улице, да, это всё тоже кардио. Вообще, вот вопрос, раскачаешь ли ноги от кардио-тренировок. Нет, вы до такой степени не сможете раскачать. Что ты хочешь, Зайка? Читалку. Читалку? До такой степени вы не раскачаете, чтобы вы это заметили прям. Ну, то есть, это всё силовыми тренировками качается. И мышечная масса нарастает. И питанием. Силовыми такими нормальными причём. Серьёзными. Вот, ноги не так легко накачать, как вы думаете. Заюшка, а ты же у меня интернет выключила. Как же я тебе читалочку-то включу? Так, извините, ребят, потому что Софиечка у меня хочет посмотреть тут тоже. Мы весь день сегодня общаемся. Изучаем новое. Повторяем старое. Так, с дочкой я большую часть времени. Ну, не всегда. Вот на выходные получается её... Зайка, ну что ты делаешь? Зачем? Ты же смотреть хотела. На выходные получается её родным отвезти. Вот. И плюс... С начала весны начнутся поездки. Семинары, командировки. Ну, это как раз на выходные будет приходиться. Я всё беру на выходные и как раз смогу отдавать родным Софиечку. Так, диастаз. Диастаз, вакуум. Вакуум я уже не раз показывала. И даже есть уже в записи. Это для ТВЦ записывали. У меня в ВКонтакте это есть. Значит, кардио утром натощак. Тоже надо проверить, насколько это вам подходит. Многие спортсмены, соревновательные атлеты пользуются этой темой. Но, опять же, тут такой вопрос. Насколько... Насколько это подходит именно вам? Вот. Потому что, в принципе, да, есть прецеденты, что это хорошо, что приносит это пользу, что хорошо. Но я, честно говоря, лично, моё мнение не за такой вид. Не за кардио натощак. Как подходит, понять или нет? Я думаю, самое важное определение, как понять, подходит вам что-то или нет, это ваше самочувствие. Это самое главное. А второе, это, конечно, эффект. Вот. Как правило, можете эксперименты проводить в течение двух недель. Этого срока вполне достаточно, чтобы понять, насколько у вас... Насколько это работает на вас. Вот. С кардио, по крайней мере, точно. После силовой хорошо. Ну, это такой стандартный вариант. Кардио после силовой. Да, это неплохо. Значит, полтора месяца после кесаря можно делать вакуум. Теоретически можно, но зависит ещё от того, как именно у вас проходило восстановление, заживал шов. Поэтому я, к сожалению, не могу тут точно утверждать. Только врач может сказать. Вы можете с ним посоветоваться. Пускай он посмотрит, в каком у вас это состоянии. Кстати, еда после тренировки, после кардио. Тоже интересная тема. Туда же, в принципе, относятся. Еда после кардио. Ну, после кардио однозначно я рекомендую есть только белок. Белок и клетчатку, и овощи. То есть, загружаться углеводами не рекомендую. Вот. После силовой ещё можно подумать, смотря какой у вас период, какие у вас цели. Три раза в неделю силовые, три раза полдэнс. Надо ли делать кардио? Опять же, смотря какие цели, смотря насколько вам хватает того, что вы делаете. В принципе, я могу даже сказать, что и с ребёнком кардио делать необязательно. Потому что, сами понимаете, у кого есть дети. Это дети лучшее кардио наше. Если вы сделали кардио утром натощак, сначала всё-таки рекомендую съесть после этого белковую пищу, типа омлета или яичницы. А потом уже через какое-то время можно сложных углеводов съесть. Эффективнее для похудения кардио или силовая? Я считаю, что одинаково. Что и то, и другое даёт свой непревзойдённый эффект. Потому что и на силовой тренировке, кто не знает, тоже происходит сжигание жира. Ещё такой факт неоспоримый, что чем больше мышц, тем меньше жира. Мышцы топят жир. Поэтому силовая должна присутствовать в обязательном порядке. Потому что, если делаем мы только кардио, тело всё равно будет далеко от идеала. А за счёт силовой, если мы уже разогнали обмен веществ, если у нас с питанием, отлично. Часто бывает, что кардио не настолько обязательно делать. Но я за кардио, потому что это же не только для того, чтобы жир топить, кардио, а для того, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему. Вот. То есть, надо о здоровье думать. Вот я, когда длительное время не делала кардио, поиграла немножко в баскетбол, я чуть не умерла просто. Потому что выносливости нет. Кардио нужно обязательно. Хотя бы иногда. Как часто делать кардио? Опять, зависит от цели и от вашей нынешней формы. Что вы хотите вообще из себя увидеть. Вы хотите сильно подсушиться, вы можете хоть каждый день делать кардио. Просто не надо по часу его по два делать. Достаточно 40 минут. Регулярность, она вообще, в принципе, приветствуется. Привет, кто присоединился. Сколько раз я кушаю, я уже неоднократно говорила, где-то 4-5 раз по-разному. Могу и больше съесть, ну, в смысле, чаще поесть. Бывало и такое, когда три раза ела. Ну, это такие обычно редкие дни. В основном, я часто питаюсь. Я не считаю калории, ребят. Уже очень давно. Так, дома как делать кардио, я уже сказала. Есть вариант с фитболом, есть со скакалками, есть с мини-степпером. Вакуум натощак, не то, что хорошо, а правильно. Именно натощак вакуумы надо делать. Это единственное верное решение. Да, ребят, я смотрю тут, ну, читаю ваши комментарии, по поводу еды, по поводу питания. Дело в том, что на многие вопросы не ответишь в двух словах. И это целая отрасль. Об этом можно очень долго, очень много говорить. И я думаю, как бы вам помочь с этим? Потому что, во-первых, очень это индивидуально. Вы спрашиваете, сколько калорий, сколько грамм и так далее. Это нету единой какой-то цифры универсальной. И продуктов нет универсальных. То есть, вообще, все, что связано вот с питанием, с рационом, надо делать под каждого человека индивидуально. Это зависит от ваших предпочтений, от того, как вы на данный момент питаетесь, от того, как вы питались ранее, от того, какие ваши цели. Ну, тут просто миллион факторов. Да, смотреть надо по себе. У меня сейчас питание не такое, как было в тот момент, когда я сушилась, когда я худела. У меня сейчас все более спокойное и более насыщенно. Ну, то есть, я себя, с одной стороны, не ограничиваю сильно, но с другой, я и привыкла уже не есть всякие гадости. Но я, например, могу съесть... Да, вот Барановского я кому советовала, спасибо за ваш отзыв, советовала, рада, что понравилась книга «Барановский диетология руководства». Есть такая книга, можете ее почитать. Ну, понимаете, это целая книга, и вот, ну, про диетологию пишут целые книги, а вы хотите, чтобы я в двух словах сказала, сколько вам грамм кушать. Это просто нереально, только индивидуальное. Либо обращайтесь к специалистам, либо пытайтесь сами изучить этот вопрос, но для этого вам надо почитать книжки реально. И все на себе проверить. То есть, это определенно путь. Книги, книги, да. Напишу. Я уже писала список там про психологию там и так далее. И, кстати, я писала книги по диетологии. Я писала где-то список. Но, видимо, вы его не найдете уже, а может, даже и я не найду, потому что это где-то в инстаграме у меня. Да, в инстаграме писал. Да, Софика крещеная. Крестили ее в три с половиной месяца. Софика, ну что скажешь? Ну вот такие, в общем, дела. Ребят, ну мы будем дальше заниматься Софичкой, вот, поэтому надо еще готовить. Еще готовить, готовить, еще и поесть надо. Поэтому спасибо всем большое, что смотрели. Всем пока.